При строительстве нового терапевтического офиса были учтены принципы бережливой поликлиники и безбарьерной среды. Вход и дверные проемы оснащены специальной контрастной маркировкой для слабовидящих пациентов. На стенах и полах холлов есть система маршрутизации. Для маломобильных горожан оборудована санитарная комната с кнопкой вызова помощи. Имеется электрический подъемник. Регистратура в отделении организована по новым правилам, она открытая. Для удобства посетителей возле медицинского учреждения оборудована большая парковка. На прием к хирургу в операционную и перевязочный кабинет всегда большая очередь. В день за медицинской помощью сюда обращаются до 120 человек. Пациенты с различными травмами после серьезных операций в стационаре вынуждены подниматься на последний этаж здания поликлиники. Когда меня это не касалось, я это тоже замечала. Бедные люди, которые с костылями, а некоторые даже и без ног на колясках поднимались на третий этаж в хирургический кабинет. А когда коснулось меня конкретно подниматься, я возмущаюсь очень-очень сильно. С другой стороны, понимаю, вернее думаю, что, наверное, все-таки нет свободных кабинетов внизу. Но как-то эту проблему в любом случае нужно решить. Решение проблемы нашли. Поменяли местами кабинеты. Пришлось, правда, потеснить водолечебный блок. Его расположат на меньших площадях. При этом количество процедур останется прежним. Комната, где пациентам проводили эндоскопические обследования, переедет на второй этаж. Оптимизация пройдет и в административном корпусе. В кабинетах приема хирургических больных уже идет реконструкция. Мы посмотрели те кабинеты, которые подходят по площади, чтобы наши хирургические кабинеты также были комфортно расположены на первом этаже и занимали ту площадь, которую им необходимо занимать. Там две перевязочные кабинеты приема врачей. Здание городской поликлиники приспособлено. Медики переехали в освободившиеся площади профилактория 6 лет назад. Все это время в учреждении постоянно проводят мероприятия по доступности и повышению качества услуг. Этой осенью запущен проект «Открытая регистратура». Пациентов теперь встречают в просторном холле. Более 60 тысяч больничных карточек переведены в электронный формат. На очереди установка информационных навигаторов и лифта. Сегодня ведется проектная документация и проект ставится по поводу возможности установки здесь лифта в этом здании. Это вопрос на рассмотрении. И сегодня хочу сказать, что я думаю, что будет положительное решение, потому что геодезия из Искальски проведены и есть положительное заключение. Нововведение нацелено не только сократить время ожидания врачебных приемов, но и более рационально подойти к организации труда самих медицинских работников. Следующий шаг – строительство современного здания поликлиники. Проект нового объекта уже есть, как и предложение по его размещению.